МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизненно важный, но недоступный препарат. Почему в аптеках города нет льготного инсулина? Для чего премьер-министр Татарстана Алексей Писошин посетил комплекс Танека? В громком деле поставлена точка. Генеральный директор охранного предприятия Викон СБ отправился в тюрьму. Вместо Рахат Лукума везли экстремистскую литературу. В беги шоу пассажиры из Стамбула пытались провести 20 запрещенных книг. Солнечные гости в осеннем Нижнекамске. Как школьники из Таиланда учили татарский язык. Предпринимательский и развлекательный ковер. В городе открыли центр молодежных инициатив. Италия не покорилась, но наградилась серебром. Нижнекамский дзюдоист Рустам Фаизрахманов отличился на чемпионате мира. Об этом не только поговорим прямо сейчас. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. В городских аптеках нет льготного инсулина. Диабетики выстраиваются в очередь за бесплатным препаратом. И получают его совсем не в те сроки, которые указаны в рецепте. Приходится выживать без лекарств месяцами. В чем проблема? Узнавала Регина Сулейманова. Вот уже 13 лет коварная болезнь не дает покоя Владимиру Пестову. Сахарный диабет развивается стремительно. Последние три года мужчина живет только благодаря инсулину. Один пропущенный укол – это не просто дискомфорт. Это скачок давления, инсульт, слепота и даже смерть. Уже неделю Владимир без препаратов. В аптеке их просто нет. Таких, как Владимир, около 6 тысяч человек. В аптеках горы рецептов от больных с сахарным диабетом. Все ждут жизненно важный препарат. И вот, прямо сегодня, когда съемочная группа отправилась по аптекам, бесплатные лекарства поступили. Только почему с такой огромной задержкой? Ведь неделя ожидания для больного с сахарным диабетом может закончиться трагично. Можно, конечно, купить и за деньги. Правда, покусачий для инвалидов и пенсионеров в цене. Тот же инсулин «Лантус» стоит больше 4 тысяч рублей. И хватает его на один месяц. Это надо с запасом каждый месяц ходить за этим рецептом. А там врач, она тоже ругается. Говорит, часто я не могу тебе выписывать. Вот мне положено на 40 дней. Тебе 40 дней приходи, я тебе еще выпишу. А я пришел через 40 дней. Получается, я отдал, а у меня уже там, вот, сегодня 11 дней продлен, получается. Я хоть чем не знаю, как хочешь, так и живи. Перебои с инсулином в Нижнекамске начались полтора года назад. Каждый раз диабетчики выстраиваются в очередь за бесплатным препаратом, пока он не закончится. Куда пропадает инсулин? Как нам объяснили в Управлении здравоохранения, дело в большом количестве выявленных больных. Есть регистр как региональных, так и федеральных льготников. Мы на этих пациентов заявляем лекарственные препараты. Но эти заявки, она формируется, считайте, в августе месяце 16-го на 17-й год. То есть, с 1 января 17-го эти пациенты начинают получать. А уже в течение 17-го еще каждый день, каждый месяц выявляется определенное количество пациентов. Мы же не предполагаем, мы же не знаем, сколько у нас выявится пациентов. Когда решится эта проблема, неизвестно. Этим вопросом занимаются на уровне республики. Аптеки идут навстречу нуждающимся. И рецепты, с которыми приходят больные, сохраняют на гарантийный срок. То есть, в течение 10 дней в аптеку должно прийти то лекарство, которое вам нужно. Регина Сулейманова, Евгений Лозаев, Максим Липин. Новости НТР. Об этой теме нам сообщили наши телезрители. И если у вас тоже есть чем поделиться, можете связаться с нами по телефону 40 07 70 или пишите на сайт ntr-24.ru. А также присылайте фото и видео в мессенджер WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Верховный суд Татарстана поставил точку в громком деле гендиректора Нижнекамской охранной фирмы Викон СБ Виктора Сая. Его приговорили к шести годам тюрьмы. По материалам дела он похитил почти 46 миллионов рублей, которые фирма взяла в кредит у Сбербанка. За должность руководитель конторы списал на своих сотрудников, а деньги вывел, чтобы использовать в личных целях. Виктор Сая свою вину не признал. В ходе расследования заявил, что его подставили. После того, как городской суд вынес приговор, адвокаты Сая попытались его обжаловать. Однако Верховный суд признал приговор законом и обоснованным. Это шесть от колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей. Преодолеть себя и быть сильнее пагубной привычки. В Нижнекамске проживает 3000 человек, зависящих от алкоголя. Это те, кто уже обратился за медицинской помощью. На самом деле пьющих куда больше. И оказать на них действенное влияние могут родственники. Сюжет Эльвиры Софиулиной. Лебудаапа родилась и выросла в Севастополе. Вышла замуж, родила двух дочерей. Позже уехала на заработки в Нижнекамск. Младшая дочь в это время пристрастилась к бутылке. Ее не останавливали ни мольбы матери, ни просьбы маленькой дочери. Ее дочь плачет. Ее ребенка, ей было 4 года, я привезла сюда. Потому что мать пьет и пьет. Она говорит, это моя мама, не ты. Ты родилась старая. Мне мама нужна. Зачем ты привезла ей? В конце концов, Лебудаапа смогла помочь дочери победить зеленого змея. Вот уже более 10 лет женщина не прикасается к бутылке. Подобных историй в фонде «Новая жизнь» можно услышать не один десяток. Для родственников нарко- и алкозависимых в центре организовывают специальные курсы. Сотрудники учреждения уверены, все проблемы начинаются в семье. Сценарий жизни проектируется в детстве. Сломать мировоззрение ребенка может даже одна рюмка, выпитая родителями у него на глазах. Когда употребляет муж, естественно, кто-то из детей, не обязательно все, а кто-то из ребенка, из детей начинает употреблять. Очень много случаев таких, уже огромный опыт, когда человек не придет 2-3 года, 5, и потом он снова уходит в употребление. Почему? Потому что не проработано детство. Помогают в центре не только родственникам зависимых. Работают с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и бывшими осужденными. Это те же люди, что им надо помочь, понимаете? Мы сейчас обращались к моему городу, к главе администрации города, а по организации хостела, то есть общежитие для вот этих бывших осужденных. Вот вчера приходили две семьи, они живут в Кении, на улице живут. Расположено учреждение по адресу улица Студенческая, 35. Посетителям центра оказывают бесплатную юридическую и психологическую помощь, занимаются восстановлением документов и помогают с поиском жилья и работы. Эльвир Софиулина, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Пассажиры рейса Стамбул-Нижнекамск пытались провести экстремистскую литературу. В аэропорту Бегиша досмотр пограничников не прошли несколько человек. У них изъяли более 20 книг религиозной экстремистской организации Нурджулар из Турции. В России многие труды духовного лидера движения Саида Нурси в переводе на русский язык запрещены. Теперь пассажирами займется прокуратура. Молодых бизнесменов и творческих людей пригласили на ковер. Так называется Центр молодежных инициатив, который сегодня официально открыли в Нижнекамске. Чем там можно и даже нужно заниматься, знает Анастасия Попова. Я готов обменять эту тысячу рублей на 150 рублей. И так я буду делать до тех пор, пока мы не обменяем эту тысячу рублей на 150. Тысячу рублей за идею. С таким предложением вышел казанский лектор федерального проекта «Фабрика предпринимательства». Познакомиться с основами бизнеса нижнекамские студенты и школьники смогли на открытии Центра молодежных инициатив «Ковер». Мы будем объединять абсолютно всю молодежь, потому что у нас есть разные слои молодежи. Есть геймеры, есть кто любит потусить, есть кто любит почитать, в игры поиграть. Есть умные и задорные, есть кто стихи любит почитать. И Центр молодежных инициатив «Ковер» будет их всех объединять. Основная задача нам сейчас – получить запрос от молодежи и реализовать проекты, которые будут интересны исключительно для них. КВНщики, стендаперы, рэперы, молодые предприниматели – это далеко не полный список молодежных направлений, в которые будут вовлечены нижнекамцы. А различные мастер-классы, семинары и арт-проекты помогут ребятам в возрасте от 14 до 30 лет воплотить свои идеи в жизнь. Этого мы очень долго ждали, рождала наша молодежь, и сегодня, наконец-то, мы открыли эти двери. Центр молодежных инициатив станет креативным пространством для молодежи, где они смогут реализовать свои планы, писать проекты, посещать и проводить свой досуг. Мне стало очень интересно, и у меня сейчас появились свои цели. Я пойду, получу лучшее образование, потом буду продвигаться либо в администрацию, либо в Министерство образования в городе Казани. Открытие молодежного центра «Ковер» посетил мэр Нижнекамска Айдар Медшин. Он поприсутствовал на лекции для начинающих бизнесменов и ознакомился с работой центра. Мне очень важно, что эта работа была такой интересной, креативной. Дух здесь такой молодежный должен быть. Не потому, что здесь молодые собираются, а потому, что здесь то, что фонтанирует, брыжет и идеями, и настроением, и то, что еще раз будет притягивать. Вот такая нацеленность, такая задача, и думаю, что она будет решена. Посетить открытые уроки и семинары может любой желающий. А полное расписание занятий вы можете найти в группах ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылки на них увидите на своих экранах. Анастасия Попова, Рафель Ракипов, Новости НТР. Нижнекамцы плохо защищены от пожаров, а точнее в тех случаях, если в местах массового скопления людей произойдет возгорание. Ведь ряд объектов не соответствует требованиям пожарной безопасности. К такому выводу пришли депутаты, которые провели своеобразный рейд. Подробности далее. Я просила найти ваше учреждение, потому что мне о нем сказали во время приема, что здесь в подвале небезопасно. Депутатская комиссия в развлекательном центре «Рояль». Управляющий клуба еще с порога пытается убедить гостей. Жалобы не объективны, требования пожарной безопасности соблюдаются. Есть план эвакуации, датчики, тревожная кнопка, запасной выход. У вас стены, пол, потолок, то есть кругом, все из горючего материала, тряпичные все. Видите, даже потолок. То есть на пожаре опасным фактором являются продукты горения. Именно продукты горения. А здесь их очень волноват. У рабочей группы нашлась масса замечаний. Тот же запасной выход закрыт на ключ. И в случае ЧП вряд ли кто-то сможет быстро покинуть заведение. В общем, после доскональной проверки комиссия вынесла неутешительный вердикт. Ну нельзя здесь людям находиться, чтобы они живы остались. Недочет администратор обещал устранить. Тем временем депутаты оказались у дома «Корабельный-1». Тут много вопросов. К примеру, нет системы вентиляции. Ее установка – дело дорогостоящее. Коммунальщики объясняют. Управляющая компания себе этого позволить не может. График устроения недостаток у нас есть. Просто есть мероприятие, которое не в состоянии осилить, есть мероприятие, которое мы можем осилить. Собрать жильцов крупную сумму денег тоже не представляется возможным. И здесь в работу активно включаются народные избранники. Они выйдут на депутатов высших уровней. Ведь по закону требования нужно соблюдать, противопожарные системы должны быть установлены. Вот только кто и за какие средства обязан все это выполнить, четкого понимания нет. Значит, вопрос нужно проработать. Ведь в случае пожара могут пострадать люди. А человеческая жизнь никакими финансами не измеряется. К пожару должно быть готово не только оборудование, но и, конечно же, сами пожарные. Сегодня они спасли человека из горящей машины и потушили сложный очаг возгорания. Правда, все это происходило на учебном полигоне, а вместо людей были манекены. За учениями наблюдала наша съемочная группа. Спасатели вызволяют пострадавшего человека из автомобиля, переносят носилки и оказывают помощь. Новые декорации учебно-спасательного полигона приближают соревнования к реальным условиям. Именно здесь можно увидеть, как работают пожарные в самых сложных ситуациях. Первым препятствием стала работа с гидроэлеватором. Спасатель набирает воду и тушит эмитированный очаг взгорания. Молодежи много, а поэтому надо подготовить, обучить. Все равно где-то пригодится. То есть вот этим прибором можно воду забирать в машину с глубины меньше 50 сантиметров. Уже большими рукавами не заберешь, ничем больше не заберешь. А вот этим гидроэлеватором маленький уровень и забирается. Меткость, четкость и быстрая реакция. Сбить мишень, которая находится на 10-метровой высоте, непросто. Дальше еще сложнее. Спасение жизни. Участники отправляются на следующий этап. Последний этап. Силы на исходе. На пожарных тяжелые костюмы весом около 10 килограммов. Времени расслабляться нет. Ошибаться непозволительно. Каждая секунда на счету. На втором этаже горит квартира. Внутри человек без сознания. Цель спасти его и потушить пожар. Собранность. В основном командуешь. Главное слушать друг друга. Чувствуешь. Ну и стараться минимумоваться. Самый сложный это третий этап. Потому что сил нет. Уже из-за всех сил, что остатки, бежишь. Спасатели 93-й пожарной части завоевали первое место. И установили новый рекорд в эстафете. С тремя сложными этапами они справились за 4 минуты. Регина Сулейманова, Максим Липин. Новости НТР. Зеленая экономика для крупных промышленных производств должна стать не теорией, а практикой. Об этом говорили на расширенном заседании оргкомитета по проведению в Республике годы экологии. Возглавил его премьер-министр Татарстана Алексей Писошин. А вот площадкой для мероприятия стал комплекс Танека. Почему, расскажет моя коллега Наталья Лушникова. Выбор Танека как площадки для проведения заседания не случайен. Еще на момент проектирования и строительства комплекса были учтены все передовые природоохранные технологии. Теперь здесь есть что показать, есть что взять на вооружение. Во время экскурсии по производственным площадкам участники заседания особенно оценили центральную операторную очистные сооружения, включая лабораторию, где проводят исследования сточных и очищенных вод. Танека, честно говоря, впервые. Первое впечатление действительно очень хорошее. Согласно всех правилам и нормам, в принципе, все здесь выполнено. Все опознавательные знаки, чистота самой территории. Молодцы так держать. Самое, сказал бы я, приятное то, что весь цикл, который идет на площадке, начиная от заезда техники, работа технологии, переходит плавно на очистные сооружения. То есть все, что здесь заезжает или попадает на бетонный асфальт, все попадает на очистку. То есть ничто не попадает в подземные воды, естественно, не загрязняет нашу атмосферу. Вот самое то, что... По пятибалльной шкале какой бы отцепный? Ну, я поставил пятерку. А вот премьер-министры республики заинтересовали передвижные эко-посты, позволяющие делать оперативный анализ проб. И виртуальный стимулятор, который в режиме реального времени показывает работу газоанализатора. В реальном времени эти данные, все шесть параметров, отправляются на местоператора, и их видно из этого направления. Экономика с лицом экологии. Именно такой она должна стать в Татарстане. На заседании было решено, что пилотные эко-проекты будут реализовываться при активной поддержке крупных промышленных предприятий. Бизнес должен заботиться не только о прибыли, но и об окружающей среде. Так, с 1 января основные источники выбросов и сбросов объектов первой категории должны быть оснащены автоматическими средствами контроля. Грядут реформы и в контрольно-надзорной деятельности. Это проведение внеплановых проверок предприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. Я считаю, что эти внеплановые проверки не будут являться препятствием для выполнения производственных процессов. И в то же время наша совместная работа в этом направлении будет направлена на обеспечение необходимого качества атмосферных луков. Предприятия наши социально ориентированы, открыты, много делаются для обеспечения. Экологическое буду получать, поэтому, думаю, совместно мы найдем все механизмы, чтобы получить максимальный результат. Все пожелания и замечания объединят в одно целое, а затем составят план по решению наболевших задач. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР. Сменить летние шорты на теплые куртки пришлось школьникам из Таиланда. Они приехали в Нижнекамск. Целую неделю ребята учили русский и татарский языки, ходили на экскурсии. С солнечными гостями пообщался наш корреспондент. Это лето у Даши Гришиной прошло незабываемо. Девочка не только хорошо отдохнула, и с пользой провела время. Школа предоставила ученице уникальную возможность – посетить Таиланд. В путешествие вместе с Дашей отправились еще две ученицы. Из десятков желающих девочек выбрали по нескольким критериям. Таким, к примеру, как хорошая успеваемость и владение английским языком. Впечатления от поездки у школьницы остались самые положительные. Я, конечно же, в первую очередь посмотрела страну, культуру, но конкретно я научилась быть более открытой к людям, более раскрепощенной и не бояться каких-то трудностей. Теперь настала очередь Нижнекамска встречать гостей. Школу посетили ученики из Таиланда. Те самые, с которыми девочки учились, когда были в путешествии. Тайцы признались – такого гостеприимства они не ожидали. Если у меня будет шанс, я обязательно сюда вернусь. Думаю, это может случиться уже в следующем году. Мы будем и дальше развивать отношения между нашими школами. И, может быть, моя школа вновь отправит меня сюда. Тайским школьникам представилась возможность изучить российскую систему образования, получить базовые знания по русскому и татарскому языкам, завести новых друзей и познакомиться с нашей культурой. Гимназия планирует и дальше развивать дружеские отношения с иностранными учебными заведениями. К слову, Таиланд далеко не первая страна, которую посетили ученики школы. Ребятам уже довелось побывать в Румынии, Норвегии и Индии. Эльвир Софиуль, Нарфаэль Ракипов, Новость НТР. В Нижнекамск привезли частицу мощей и икону преподобного Серафима Саровского. Этого чудотворца уже при жизни народ почитал святым. Молитва преподобному Серафиму Саровскому помогает восстановить гармонию и избавиться от душевных страданий. В Нижнекамске святые реликвии остановились в храме Воскресения Христова, где приложиться к мощам чудотворного старца собрались десятки прихожан. График пребывания святынь в Нижнекамске вы видите на ваших экранах. В городе они пробудут еще две недели. Он очень был человек, который при жизни был очень любвеобильным. И к нему проходили люди всякого звания, возраста и со всяким просьбами обращались. И никого не оставлял неутешенным. Человек, который действительно Бог дал ему дар утешения, дар врачевания души. А уже завтра в Нижнекамске пройдет крестный ход в честь двухсотлетия старинного храма села Большое Афанасово. Там в 8 утра состоится праздничное богослужение и молебен для духовного укрепления верующих перед началом 12-километрового шествия. Православные посетят и помолятся во всех пяти храмах Нижнекамска. Крестный ход начнется в 9.30. НТР и Русфонд продолжает совместный благотворительный проект «Помощь больным детям республики». Сегодня история Тагерьяна Софиулина из Казани. У мальчика врожденная аномалия спинного мозга. Последствия – ограничение подвиженности. Чтобы он мог правильно ходить, ему нужны дорогостоящие препараты. Помочь можете вы, наши телезрители. Надо отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения всего 75 рублей. Нижний парапорез – такой диагноз у Тагерьяна. Ноги лишены чувствительности. И Тагерьян ходит только с посторонней помощью в специальной обуви. Несколько операций, постоянной консультацией врачей пока не дают существенного результата. Очень неудобно. Там каждый весит по килограмму три. Наверное, их очень тяжело поднимать. И они у меня держат только вот эту часть. И у меня ноги ходят в разные стороны. И мне неудобно ходить. От тяжелого аппарата на ногах синяки. Каждый шаг дается с трудом и отдает боли в спине. Но выбора нет. Тагерьян старается жить обычной жизнью. Ходит в школу, изучает программирование. Но радость от успехов омрачает переживания. Если возможно, вы посмотрите, как он ходит. Это ужас. Мне же больно смотреть на это. И повторяю самое главное. Есть возможность его сейчас вылечить. Пенза, Ульяновск, Москва, Питер. Где делают по французской технологии вот эти аппараты, которые весят всего 800 грамм. Новый аппарат вернет чувствительность. И Тагерьян сможет правильно ступать. Он делается по индивидуальному заказу и стоит 322 тысячи рублей. Помочь Тагерьяну можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как перечислить большую сумму, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Который не любит меня. Который не любит меня. Нижнекамцы откликнулись на материал корреспондентов НТР и помогли ослабленному животному. Накануне мы рассказывали вам о котенке, который сильно пострадал от рук человека и чуть было не погиб. Неизвестные настолько сильно травмировали животного, что у малышки просто отвалился хвост. А в ветеринарной клинике ей оказали помощь и назначили длительный курс лечения. Эта история привлекла внимание десятков людей. В нашу телекомпанию весь день приходили сочувствующие нюжнекамцы. Горожане несли лекарства, пеленки и корм. Состояние кошки сейчас стабильное. Врачи обнадежили. Жить будет. Животное обеспечено всем необходимым и находится на передержке. В Нижнекамске проходит отборочный тур телевизионного фестиваля. Принимает участие в нем работающая молодежь. Это полтысячи активистов со всего Татарстана. Наша съемочная группа увидела, как артисты из рабочей среды доказывают статус лучших. 180 участников из семи регионов республики. С такими цифрами стартовал марафон отборочного тура фестиваля «Наше время» в Нижнекамске. А еще это три номинации. Хореография, вокал, минута славы. В которых и развернулась основная борьба за возможность выступить на большой сцене. Настроены естественно и к победе. Всем участникам остальным тоже желаем удачи. Тоже позитива, не сдаваться, не расстраиваться. Мы настроены только на победу. Надеемся заслужить симпатию судьи и победить в этом конкурсе. И отправиться дальше в Казань на финал. Есть у нынешнего фестиваля и своя изюминка. Он юбилейный. В этом году ему исполняется пять лет. И несмотря на это, наше время не сбавляет обороты. Напротив, раз за разом рабочая молодежь не перестает удивлять именитая жюри. Я, честно говоря, с ужасом ожидаю момента осознания, что прошло пять лет. Оно постепенно подкатывает. Но я чувствую, что на галоконцерте произойдет неизбежное. Вплоть до слез, рыдания. Потому что такой путь пройден. Такой объем работы сделан. И каждый год качество только растет, увеличивается. И думаю, что вот, наверное, предел. Наступает следующий год, и этот предел опять повышается. На целых два дня Нижнекамск станет домом для участников отборочного тура. Точно такие же пройдут еще в трех зональных округах. Ну а сильнейшие встретятся в суперфинале, который состоится в Казани. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. А далее вас ждет информация рекламного характера, новости спорта и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, вы можете связаться с нами по телефону 40 07 70 или пишите на сайт ntr.defis24.ru. А также присылайте фото и видео в мессенджер в WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. До встречи и приятных вам выходных. Магиру Гемодиеву мучают постоянные боли в плече. Она пришла в клинику и сразу же определилась со способом лечения. Выбрала курс магнитно-резонансной терапии. Уже на второй процедуре почувствовала облегчение, рассказывает пациентка. Раньше я на ноги принимала этот метод лечения. Мне очень помогло. Я поэтому стараюсь лечиться этим методом. Магнитно-резонансную терапию проводят на приборе Polymag 01, который выпускает Елатомский приборный завод. Работает он на основе импульсного магнитного поля, которое глубоко проникает в больное место и помогает снять отечность, воспаление и боль. Магнитная терапия широко применяется в кабинете физиотерапии. Магнитное поле обладает многообразным действием на организм. Наиболее доказанным и имеющим значение для клиники является противовоспалительное, противоотечное, болеутоляющее, седативное действие, улучшает кровообращение, разжижает кровь. Этот метод не обладает тепловым эффектом, поэтому отмечается хорошая переносимость у ослабленных больных, больных пожилого возраста, страдающих с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кстати, прототипные и простые в использовании аппараты Елатомского приборного завода успешно применяются не только в лечебных учреждениях по всей России, но и в домашних условиях. Аппараты Елатомского приборного завода всегда пользовались у нас большим спросом в медтехнике. До конца октября в медтехнике цены на аппараты для населения значительно снижены. Вся линейка приборов представлена в аптечной сети Вазифа и магазине медтехника Набызова. В этом месяце действуют скидки. Три, два, один, ура! Еще минуты и сезон охоты за брендами открыт. Выбор в Кулпрайс огромен. Десятки тысяч товаров, сотни брендов от известных производителей. Каждый день новое поступление и, что немаловажно, привлекательный ценник. Покупка с выгодой от 40 до 90%. Спасибо вам за покупку. Наконец-то на обращающую. Кулпрайс – это пришел, увидел, купил. Все продумано для удобства покупателей. Товар размещен по размерам и категориям. Мужчины, женщины, дети. Здесь никто не останется без покупки. Вот присмотрела для сына очень хорошую куртку. Для себя кофточку. Можно недорого одеть всю семью. К новому сезону, так скажем, осеннему. Здесь приемлемые цены. Все очень хорошо. Все нравится. Я рада, что в Нижнеканске открылся такой магазин. А еще в день открытия магазина никто не остался без подарка. Каждому посетителю, заполнившему анкету, подарили небольшой презент и шанс стать обладателем седьмого айфона. Счастливчика определил розыгрыш. Итак, давайте посмотрим на много. И седьмой айфон получает 0731. Наталья, поздравляю вас. Неожиданно, неожиданно. Наталья, давайте вам сейчас тогда это сделать. Кулпрайс рад видеть своих покупателей в торговом центре «Олимп» на третьем этаже с 9 утра до 9 вечера. Сегодня в новостях спорта. Волки отправились на охоту. Ставят встретиться с зубрами. На второй круг футбольный нефихимик готовится к матчу 14-го тура фон Бет-Перенства России. Об этом не только сразу после рекламы. Контактный зоопарк «Лукоморье» приглашает в гости. Интересные, необычные и такие милые зверушки. Можно гладить и кормить. Лукоморье. ТЦ «Олимп». Если беда постучалась в дверь, Ольга вам поможет, гадает, снимает порчу, сглаз, родовое проклятие, вернет любимых, поможет в бизнесе, избавит от алкоголизма. Звоните 8-962-556-5239. С современной модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. Ваша электромясорубка требует ремонта? В магазине «Тысячи мелочей» – огромный выбор запчастей для электромясорубок различных марок. В наличии и под заказ. Подарите вторую жизнь своей мясорубке. Проспект Мира, 105А. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. С минуты на минуту в Минске стартует очередная игра континентальной хоккейной лиги. «Нефтехимик» начинает третью выездную серию встречи с командой «Динамо Минск». В последних пяти матчах у минчан три победы, у «Нефтехимика» одна. Тем не менее, в своей конференции подопечный Назарова занимает шестую строчку, тогда как белорусы на западе идут десятыми. «Химик» из-за 19 матчей смогли заработать 33 очка. «Динамовцы» провели на одну игру больше, но пока что во своем активе имеют лишь 26 результативных баллов. В состав «Нефтехимика» отправился и форвард нашей молодежки Булат Шафигулин, так что у него есть все шансы дебютировать в старшей лиге. Итак, матч «Нефтехимик» «Динамо Минск» стартует в 19.30. Трансляцию игры ищите на официальном сайте КХЛ. Серебро завоевал нижнегамский борец в чемпионате мира подзюдо среди ветеранов, который прошел в Италии. Наш город представлял опытный спортсмен Рустамь Фазарахманов. Явка участников на этих соревнованиях была как никогда высока. На турнир съехались более 800 спортсменов со всех стран мира. Нашему борцу предстояло выступать в самой сильной группе спортсменов в возрасте 30-34 года весовой категории 73 килограмма. В трех из четырех схватках Фазарахманов встретился с представителями Франции. За выход в финал Татарстанец боролся с отечественником Сергеем Мещеряком, которому однажды незначительно уступил по коэффициенту активности буквально за 7 секунд до сигнала об окончании. Наш земляк реализовал свою коронку, а затем в партере провел удержание и вышел в финал. В финальной схватке Рустам встретился с французом. В итоге судьи отдали победу представителям Франции. У нашего борца серебро. Продолжим тему борьбы. Речь снова пойдет о ветеранах спорта, но этот раз из мира вольной борьбы. В составе сборной России участие в чемпионате мира среди ветеранов принимал тренер ДЮС США при управлении по делам молодежи спорта Игорь Ильин. Боролся спортсмен в группе борцов 51-55 лет весовой категории 78 килограммов. В этой группе в первом круге за выход в следующую стадию боролись 12 вольников. В первой схватке Ильин победил представитель Италии, следом поверженным оказался турецкий борец, а в полуфинальном поединке Игорь Ильин не оставил никаких шансов представителю Германии. В финале нашему борцу снова попался турок. Ильин уступил со счетом 2-5 и стал обладателем серебряной награды чемпионата. Представительницы спортивного клуба «Нефтехимик» мастера спорта международного класса Илья Иксанова и Диляра Саберзианова находятся на учебно-тренировочных сборе в Австрии. В составе сборной команды Татарстана они тренируются в лыжном центре «Рамзау». Там же находится и сборная России по лыжным гонкам, а также сильнейшие биатлонисты Германии и Италии. Тренировки на высоте 2700 метров продолжаются по 2 часа и более. Сбор в Австрии завершится 18 октября. Затем наши лыжницы отправятся в Финляндию, где продолжат тренировки уже в других условиях. Первые испытания на лыжне Нижнюю Камкам предстоят в ноябре. В 20-х числах месяца в столице Хакасии состоится континентальный кубок по лыжным гонкам. Футбольный «Нефтехимик» стартует во втором круге фонбет первенства России. В рамках 14-го тура наша дружина отправится в Саранск, где проверит на прочность местную Мордовию и лидера зоны Урал-Приволжье. С Мордовией наши уже встречались. Во втором туре первого круга на домашнем поле «Нефтехимика» команды разошлись в ничью, забив по одному голу. Тот матч был высоким по накалу борьбы, в котором наша команда показала хороший уровень игры, владела преимуществом и имела возможности для победы. После в Нижнекарской дружине началась черная полоса, исправить которую «Нефтехимик» смог только под занавес первого круга, поднявшись со дна турнира до таблицы в ее верхнюю часть. Сейчас подопечные у Ткульбаева идут четвертыми. Предстоящий матч будет очень трудным. Соперник силен, имеет ровный состав квалифицированных игроков. Не стоит сбрасывать с счетов и нижнекамцев, которые в последних матчах показали свой характер. Встреча «Нефтехимика» и «Мордовии» состоится завтра. Начало в 16.00. Трансляцию ищите на официальном сайте футбольного клуба. На выезд отправилась и наша молодежная хоккейная команда. Завершив домашнюю серию победы над Усть-Каменогорским «Алтайм», едем проверять на прочность омских ястребов. Первая игра стартует уже в это воскресенье. Игры с мячами реактору всегда давались нелегко и отличались высоким скоростным хоккеем. Уверенности нашим парням придает и статистика последних пяти встреч. Уступив на выезде с «Арматом», наши с поражением в овертайме уступили снежным «Барсом». Но остальные три матча взяли достаточно уверенность и смогли занять по итогам четвертую строчку Восточной конференции. Омские ястребы здесь же плетутся в хвосте, потому и ожидать от хищников теплого приема явно не стоит. Тем более, что в последних матчах ястребы побеждали. Матч реактора «Омские ястребы» пройдет в это воскресенье. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР. Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40770, а также посредством сайта ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Спортивных вам выходных. Ура! Выставка распродажа продолжает работу. Тюль, паттеры, органза, печать, вуальт. Возможен индивидуальный пошив. ДК «Альфа» ждем только вас. 13 октября в Нижнекамске облачно. Температура воздуха днем плюс 10 градусов. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Сухая погода продержится в Нижнекамске до воскресенья. Но это если верить прогнозам. Что говорят народные приметы, расскажут наши юные синоптики. Воспитанники детского сада 94. Спонсор рубрики – выставка распродажа штор. Хотите сделать ремонт, но финансы, как говорится, поют романсы? Не печальтесь. Выход есть. Поменяйте шторы, тюль, портьеры и ваш дом преобразится. Кстати, как раз сейчас проходит выставка распродажа в ДК «Альфа». Здравствуйте. Сегодня мы расскажем приметы осени. Большое урожай на ягодах и свинах в холодной зиме. Большие мурорейники, правильные, строгие, сильные. Если много рябины, осень будет дождливой, мало сухая. Появление комаров в поздней осени, в мягкой зиме. Ура! Выставка распродажа продолжает работу. Тюль, портьеры, органза, печать, вуальт. Возможен индивидуальный пошив. ДК «Альфа» ждем только вас. ДК «Альфа» ждем только вас.